Здравствуйте! В эфире нашего телеканала информационная программа «Городские встречи». 24 марта – Всемирный день борьбы с туберкулезом. Эта дата была выбрана не случайно, ведь именно в этот день, в 1882 году, немецким микробиологам был открыт возбудитель туберкулеза. Туберкулез – одна из древнейших болезней человечества. В 17-18 веках, в период урбанизации и резкого развития промышленности, заболеваемость туберкулезом приобрела в Европе характер эпидемии. Однако о причинах этой болезни не было известно вплоть до 1882 года, когда Роберт Кох обнаружил бактерию-возбудитель туберкулеза, которую до сих пор называют «палочкой Коха». К столетию этого значимого события Всемирной организацией здравоохранения и Международным союзом борьбы с туберкулезом и легочными заболеваниями был учрежден Всемирный день борьбы с туберкулезом с целью привлечения внимания к этому опасному заболеванию. Ведь, несмотря на высокий уровень развития медицины, ежегодно в мире от этой болезни умирает миллионы людей. О том, каков уровень заболеваемости туберкулезом в нашей области, сегодня нам расскажет Мария Жарикова, врач-аптезиатр. Здравствуйте, Мария. Добрый день. Ну да, для начала хотелось бы узнать, какова же ситуация с туберкулезом на сегодняшний день в Рязанской области. Можно сказать, что весьма-весьма перспективная. В Рязанской области за 2016 год заболела туберкулезом. То есть впервые выявлено больных туберкулезом 389 человек, что почти в полтора раза меньше, чем в 2015 году. К сожалению, среди них до сих пор есть дети. Пять детей в возрасте от 0 до 14 лет и шесть детей в возрасте от 15 до 17 лет. Среди них один подросток иностранный подданный. В среднем заболеваемость составила 34,4 на 100 тысяч населения. Для сравнения, средняя заболеваемость с туберкулезом в 2016 году по Российской Федерации 54,4 на 100 тысяч населения. То есть, в общем-то, всё достаточно, если можно так говорить неплохо. А с чем это связано? То есть, какие меры помогают врачам выявлять туберкулез на ранних стадиях? В первую очередь, это, конечно же, профилактические осмотры, ежегодная флюорография для взрослого населения и иммунодиагностика для детей и подростков. Также детям и подросткам сейчас проводится флюорографическое обследование. Однако, стоит заметить, что все подростки, заболевшие туберкулезом в 2016 году, были выявлены именно методами иммунодиагностики, а именно с использованием диаскин-теста. Мария, правильно я понимаю, что туберкулез – это, в общем, заболевание, которое можно излечить? Да, конечно. К сожалению, до сих пор у нас жители думают, что туберкулез – это неизлечимая болезнь. Вот как раз 22 марта проводилась совместно с Центром здоровья акция по обследованию, скринингу организма и, в частности, консультации врача-аптезиатра. И, как выяснилось, жители нашего города не до конца понимают, что туберкулез – это не смертельно опасное заболевание. Просто оно достаточно долго лечится, и проблема вся, конечно, в этом. В среднем лечение занимает от года и больше, но если человек хочет, он, конечно, обязательно вылечится. Каким образом проводится лечение? Это, в первую очередь, какая-то медикаментозная терапия? Конечно, в первую очередь, это медикаментозная терапия. Препараты наши действуют на микобактерии туберкулеза. В этом один из бонусов лечения, в частности, общесоматические заболевания. Это, конечно, больше такая симптоматическая терапия. А наши препараты позволяют полностью уничтожить микобактерии туберкулеза. Вообще, каким образом можно заразиться туберкулезом? Основной источник заражения – это больные туберкулезом, активным туберкулезом с бактериевым выделением. В среднем считается, что один человек с бактериевым выделением может заразить от 10 до 15 человек, то есть вызвать у них также заболевание туберкулезом. Меньше, но, к сожалению, до сих пор встречаются случаи заражения от больных туберкулезом коров. А конкретно от приема молока, творога, кисломолочной какой-то продукции. То есть, в принципе, если так грубо говорить, любой из нас потенциально может стать жертвой туберкулеза? Потенциально – да, но на самом деле существуют, конечно же, группы риска по заболеванию туберкулезом. Это социальные группы риска, естественно, лица бомж, наркоманы, лица, злоупотребляющие алкоголем. И медицинские группы риска – это лица с иммунодефицитами, лица с ВИЧ-инфекцией, жители, страдающие сахарным диабетом, страдающие язвенной болезнью желудка, 12-перстной кишки, лица курящие тоже входят в группу риска. Особенно если у них имеется уже на фоне курения или на фоне какой-то другой причины развилась хроническая обструктивная болезнь легких с обострениями один раз в год и чаще. Все это, конечно, способствует тому, что человек может заболеть туберкулезом. Также в группу риска входят милые дамы, которые увлекаются диетами. Это тоже способствует развитию туберкулеза. Так же, как и неконтролируемый прием гормонов всевозможных. Люди, находящиеся на длительной терапии онкозаболеваний, в частности, это дети, конечно. Для нас, ну для большинства из нас, да, то есть мы знаем о такой болезни, как туберкулез, мы о ней где-то как-то периодически слышим, но, наверное, кажется, что вот нас-то это наверняка не коснется. Если можно, перечислите, может быть, какие-то признаки, первые признаки, да, этой болезни, на которые стоит обратить внимание для того, чтобы в последующем обратиться к специалисту. Вы знаете, к сожалению, к большому сожалению, туберкулез часто протекает совершенно, бессимптомно. И в таком случае туберкулез может позволять нам выявить, конечно, флюорографическое обследование, если мы говорим про взрослых. В первую очередь, должны быть насторожены врачи по отношению к пациентам, у которых больше двух недель сохраняется температура, сохраняется длительный упорный кашель, сохраняются рентгенологические признаки пневмонии, даже на фоне проводимого лечения. Также необходимо подвергать обследованию на туберкулез пациентов, которые жалуются на примесь крови в мокроте. Все это признаки, которые могут свидетельствовать о наличии именно туберкулезной инфекции. Как Вы уже сказали, туберкулез – это болезнь, которая лечится. Почему же до сих пор ежегодно такое большое количество людей от этой болезни умирает? По счастью, сейчас уровень смертности значительно снизился. В частности, за 2016 год в Рязанской области он снизился более чем два раза и составил 1,9 на 100 тысяч населения. Объясняется это прежде всего тем, что повысилась диагностика туберкулеза, то есть больше стало выявляться именно пациентов на ранних стадиях туберкулеза. Появились новые противотуберкулезные препараты, что тоже способствует улучшению ситуации посмертности от туберкулеза в Рязанской области. Но, к сожалению, не все наши пациенты хотят лечиться. Некоторые из них прекращают лечение, самовольно покидают стационар. И отследить судьбу некоторых из них бывает иногда не очень легко. И именно вот эти пациенты входят в контингент тех, кто может умереть от туберкулеза. Мария, скажите, пожалуйста, вот то, что мы ежегодно проходим обследование, флюорографическое, это полностью исключает возможность того, что эта болезнь каким-то образом запустится? Потому что сейчас говорят, что наиболее, что лучше делать не флюорографию, а рентген лёгких. Всегда ли флюорография показывает какие-то проблемы с лёгкими? В большинстве случаев, да. Зачастую на флюорографии мы можем увидеть даже самые мельчайшие какие-то затемнения в лёгких. Да, бывают случаи, что не увидели или в промежуток между двумя флюорографическими обследованиями туберкулез всё-таки развился. Но таких случаев у нас очень мало. И, как правило, это, конечно, люди, которые входят в группы риска. Таким людям мы рекомендуем, возможно, при появлении каких-то симптомов, пройти внеочередное флюорографическое обследование и, конечно, не заниматься самолечением. Флюорография, конечно, более щадящая, чем рентген. Но вообще, как часто её можно делать? Мы делаем раз в год. Можно ли её делать чаще? Не вредно ли это для здоровья? Нет, вредно никакой опасности и риска для здоровья здесь нет. У нас есть контингенты, которые подвергаются флюорографическому обследованию два раза в год в силу того, что у них больше риск развития. Например, это лица с ВИЧ-инфекцией, это сотрудники противотуберкулезного диспансера, так как мы в наиболее тесном контакте. Рисков, в принципе, никаких. Мария, вот вы всё-таки достаточно молодой специалист. Почему вас привлекла именно эта область медицина? И какие задачи вы на сегодняшний день перед собой ставите? Ну, почему привлекла? Это вопрос такой интересный. Я из медицинской семьи. У меня очень долго работал дедушка противотуберкулезного диспансера. Я, в принципе, представляла себе, что это такое. И, конечно, хочется помочь людям вылечиться и помочь окружающим всем понять, что туберкулез – это не повод отказываться от общения с таким человеком. Да, действительно, нужно быть более осторожным в общении. Но это не значит, что больной туберкулезом – это какой-то отверженный человек. Хочется донести до окружающих, что нужно обследоваться, не нужно запускать своё здоровье, не нужно отказываться от прививок к детям. К сожалению, есть у нас до сих пор такие случаи. Ну, а какие цели? Цель у нас, в принципе, противотуберкулезная служба у всех одинаковая. Во-первых, это усилить межведомственные отношения, объяснить, донести врачам общей лечебной сети, участковым, врачам-пульмонологам, терапевтам-стационарам, что нужно быть осторожным по отношению к туберкулезу. И если к ним попадают такие пациенты, то нужно их сразу же направлять к нам, обследовать и направлять. Конечно, большую роль здесь играет ещё наша совместная работа с Центром СПИД. Мы с каждым годом наращиваем количество обследуемых именно пациентов с ВИЧ-инфекцией, что позволило нам снизить уровень заболеваемости среди ВИЧ-инфицированных за этот 2016 год почти в два раза, что очень даже неплохо. Ну, наверное, всё. Основные наши цели. Мария, вот Вы затронули такую тему, да, как общение с людьми, которые больны туберкулезом. Каких правил должны придерживаться эти люди для того, чтобы не заразиться? В первую очередь, если это человек, больной туберкулезом, находился в длительном контакте, конечно же, всех, кто находился в контакте, мы приглашаем на это обследование и при необходимости назначаем химию-профилактику. Бывают случаи, когда пациенты, когда люди из контакта отказываются. Наша цель – переубедить их. Всё-таки лучше попринимать 3 месяца наши противотуберкулезные препараты, чем потом через какое-то время выяснится, что всё-таки они заболели. Конечно, пациентов всех мы предупреждаем, что пока они находятся в стационаре, лучше контакты с родственниками ограничить. А если всё-таки они общаются, то делать это нужно исключительно в масках. Никакого использования общей посуды, общей личной вещи не должно быть. У пациента больного туберкулезом обязательно должна быть своя посуда, свои вещи, полотенце и прочее. Обязательно нужно пациенту туберкулезом выделять отдельное какое-то помещение, которое должно дезинфицироваться, обязательно должно проветриваться. Но это, конечно, касается больше пациентов, которые без бактериеводеления. Все лица с бактериеводеления в обязательном порядке проходят лечение в стационаре противотуберкулезного диспансера. Мария, большое спасибо, что сегодня согласились прийти к нам в студию. Мы благодарим вас за вашу работу и желаем вам как можно меньше больных. Спасибо. Ну а на этом наша программа подходит к концу. Мы желаем вам всего самого наилучшего. До встречи в следующих выпусках. Субтитры подогнал «Симон»!